Продолжаем выпуск. Казахстанские студенты помогают пожилым жителям Сеула. В столице Кореи прошла благотворительная акция. В ней приняли участие члены Евразийской ассоциации будущих лидеров, в том числе граждане нашей страны. Для чего молодые люди носили уголь, узнал наш корреспондент Владислав Цой. Эти выходные 36 членов Евразийской ассоциации будущих лидеров решили провести с пользой. Вместе с благотворительной организацией они обеспечивали углём жителей частных домов. В Сеуле зимой очень холодно. Много домов, которые обогреваются не газом, а углём. Поэтому мы решили помочь нуждающимся. Для этого приехали в район Сонбук. Вес одного брикета больше трёх с половиной килограммов. Для того, чтобы отапливать в течение суток дом, нужно примерно четыре брикета. Дина Ахмедиева из Алматы впервые занимается волонтёрством в Корее. Для магистранта по корейскому языку и литературе помощь местным жителям – хорошая языковая практика. Я узнала об этом мероприятии от своего хорошего знакомого, друга. Он является организатором этого проекта. И как только он сказал, что это связано с Евразией, то есть со странами СНГ, я сразу согласилась и решила участвовать. Так как хочу помочь в развитии наших стран, то есть и в сотрудничестве между Кореей и нашими странами. Число частных домов в Сеуле, которые отапливают углём, ежегодно сокращается на 15%. Сейчас в таком жилье проживают порядка 100 тысяч южнокорейских семей. Списки нуждающихся в угле волонтёры получают в местных мэриях. В основном помощь требуется одиноким пожилым людям. Такую помощь мы начали оказывать с 2004 года. В самом начале найти волонтёров было очень сложно. А сейчас каждый год принимает участие около 60 тысяч человек. В этом районе давно проживают пожилые люди. Семей, которые нуждаются в угле, около 300. Поэтому мы ежегодно разносим в каждый дом около 200-400 брикетов. Волонтёры помогли нуждающимся не только в транспортировке угля. В Ассоциации будущих лидеров выделили около 1 тысячи долларов на покупку брикетов. Это маленький, но заметный вклад в сохранение тепла в домах сеульцев и тёплых отношений стран Евразии с Кореей. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.